Не сфотал, не выложил, иначе не поел. Иначе не было, не считается. Я попросил острый, он не острый. Я решил по русской кухне пробзеться. Сладкое пиво и сладкий дайкон. Мы, короче, сегодня приехали еще в замечательный торговый центр Авиапарк. И увидели, что здесь есть на фудкорте замечательное заведение под названием Хангук. И мы решили, короче, попробовать корейскую еду на фудкорте Авиапарка. Ну, выглядит все очень классно. Большие очень порции. Артем уже вовсю кушает. Валера тоже сейчас покажу, что взял. Но, судя по всему, он взял химультан и еще маринованную редьку. А я взял кимпап и юкидян. Сейчас будем пробовать. Я не знаю, что это. Я пытаюсь это поймать. Это дайкон тоже, скорее всего. Да, только не маринованный. Оварованный, да. Очень вкусный. Я заказал не острый. Ну, с маленькой остротой. Ты вообще хоть раз пробовал свой человеческий химультан? Ты знаешь, что это? Да, да. Я ел его в Хабаровске. Его сделали дико острым, и я не смог его доесть. Ну, химультан не всегда должен быть острым. Но я вижу по цвету бульона, что он у тебя совсем не острый. Ну, там совсем чуть-чуть. Ну, очень вкусно. А почему ты решил взять вот редьку вот эту желтую? Дайкон? Да. Я взял к всему этому солоноватому острому сладкое пиво и сладкий дайкон, чтобы... Чтобы гармонировало. Да, гармонировало и отбалансировать вкус, так сказать. Начну прям сразу с юкидяна. Ну-ка. Немножко, на мой взгляд, переборщили с кунжутным маслом, но в целом очень даже вкусно. Папоротник есть. Я, насколько знаю, есть целые проблемы на западе России с папоротником. Но здесь он есть, и это круто. Вот странный человек взял в корейском ресторане и заказал тум-ям. Ну, что это? Я все пробовал, все, что можно попробовать. Просто захотелось тум-ям. Почему ты не заказал свои любимые... Свой любимый кальбетан, например? Кальбетан я закажу в Владимиросток. Один Денис у нас сегодня за столом с пельмешками. Да, ребята, я сегодня решил по русской кухне пробзеться. Это у тебя после чего так внезапно поменялись предпочтения? Не знаю. Просто сегодня весь день хотелось кваса, кефира и пельмени. Не знаю почему. Я пью куасса, им пельмени. Вечером буду кефир и... Знаете, что мне больше всего нравится? Что здесь несколько видов пончанов сразу, а именно четыре. То есть это достаточно много. И я смотрю, они у всех разные. Вот у него, например, морская капуста, морковка, кабачки и... Это что у тебя? Капуста? Это капуста, да. А у меня получается дайкон маринованный, морковка, морская капуста. А у тебя валерон? Это же как и нос, корица. А, блин, да. Слушайте, на самом деле не сильно отличается. Очень странно, что здесь нет кимчи среди пончанов. Это очень странно. Но в целом, в целом неплохо. Прикольные, да, у них вот эти вот пластиковые штуки? Да, очень удобные. Не нужно 10 тысяч всяких маленьких тарелочек. Это вроде бы и поднос, и не поднос. И как-то, знаете, я вот не люблю с подносов есть или с разносов. Наверное, правильно с разносов, да, говорить. А здесь, ну, как бы это и не разнос, и тарелка, и не так уж стрёмно. Короче, очень интересное решение, и мне оно нравится. Я, кстати, еще заказал кимпап себе с кунцом. Ну, ребята, если хотите, тоже угощайтесь. Выглядит он вот так. Вот таким вот образом. Тунец это всегда вкусно. Там можно было, кстати, с говядиной еще заказать. И с курицей. Отлично. Многие говорят, чем отличается кимпап от роллов. Тем то, что обязательно рис сначала пропитывают кунжутным маслом. И начинка у него более насыщенная. Ты ее лучше чувствуешь. Ты лучше чувствуешь рыбу, если она там есть. Ты лучше чувствуешь все остальные овощи. Обязательно там есть маринованный дайкон. Кстати говоря, вот, который Валера заказал. Сейчас я вам покажу его. Вот такой вот дайкончик. Делать он, кстати, легко. Абсолютно. Если хочешь рецепт, обязательно ставь лайк и напиши об этом в комментариях. Вкусно. Я попросил острый юкидян, но он совсем не острый. Но мне нравится, что здесь очень много начинки. И она такая прям... Суп практически густой. Папоротник не пересоленый. Это очень важно. Часто используют папоротник, который засаливали. И его не всегда до конца вымачивают правильно. И получается в итоге... Ну, такое, короче. Слишком соленое. Не, нормально. Чуточку меньше кунжутного масла надо. Но это, опять же, на мой вкус. А так, в целом, классно. А он в меру острый. Вообще не острый. Хотя я попросил острый. Ты что про помьям скажешь? Я попросил острый. Он не острый. Здесь, по-моему, везде так. Ты просишь острый, а он не острый. Просто, может быть, они не знают, что такое острый. Может быть. И может быть, всего того, что многие не едят острую пищу. Для них даже средние остроты очень острые. Поэтому они делают не острые. Скорее всего, так, да. Обязательно надо сделать фоточку в Инстаграм. Не сфотал, не выложил. Иначе не поел. Иначе не было, не считается. Короче, я понял, с какой остротой нужно сравнивать остроту данного Юкидяна. Знаете, вот есть острые крылышки KFC. Вот примерно такой же остроты. То есть для меня это абсолютно не острое. Ну, что-то там на языке есть. А для некоторых будет очень остро. Так что имейте в виду. Да, для Егора. Да, для нашего Егора. Хотя Денис у нас сейчас рубль тоже не ест острый. Я думаю, для него тоже это будет островато. Он не острый, он пикантный. Да, точно. Пикантный, правильно. Даже в Таиланде, когда ты говоришь, что он успеет, абсолютно острый. Это да. Если просить по максимуму, то там порой невозможно даже доесть. Так, пробуем панчанчики. Первым у нас будет дайкончик. Дайкончик вкусный. Теперь попробуем морскую капусту. В морской капусте переборщили немножко с сахаром и уксусом. Какая-то странная смесь. Кисло-сладкая такая, притерная. Ну, морковка в самый раз. Ты что скажешь? Тебе понравились панчаны? Панчаны вкусные, мне понравились. А морская капуста? Морская капуста мне не понравилась. Она кислая, да? Ну, типа можно ее есть, но она не та морская капуста, которая... Можно ее. Которая можно ее. В общем, заканчивается наша поездка. Она была достаточно короткая. Мы были всего лишь два дня в Москве. И, соответственно, побывали всего лишь в двух заведениях. И второе заведение, которое вы только что видели, это было Ханкук. И на самом деле название прикольное, потому что обыграно слово Хангук. Сделали Ханкук. И, наверное, это самое прикольное, что в этом заведении есть. В целом, там вкусно. Но мне больше всего не понравилось, что в составе панчанов нет самого главного, а именно кимчи. Я понимаю, если бы мы взяли, допустим, какой-нибудь кимчи-чиги, и там не было бы кимчи, потому что получилось бы масло масляное. Но, блин, мы взяли три разных супа, три разных блюда, и там везде не было кимчи. Не знаю. На мой взгляд, это очень странное решение. Вот. В целом, достаточно вкусно. И это действительно корейская кухня. Единственное, что немножко они переборщили в моем юкидяне с кунжутным маслом. Я, если честно, кунжутное масло люблю, но все-таки немножко переборщили. А так, в целом, я готов рекомендовать это место. Если хотите попробовать корейскую кухню, если вы ее не пробовали никогда, вполне для начала пойдет. Если вы находитесь на фудкорте авиапарка, можете смело туда идти. В общем, как-то так. С вами был Денис Ким, группа Starkillers. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok